Хаос, непонимание и полная неизвестность. Так можно охарактеризовать состояние британской политики после выборов. Под огромным вопросом судьба коалиции в парламенте и переговоров о Брекзите. Наш Тубкор Оксана Кундеренко в Лондоне наблюдает за ситуацией. На Даунин-стрит страсти наколены до предела. Идет противостояние между офисом премьера и министра иностранных дел. Ларри против Палмерстона. Кошачья борьба как нельзя лучше демонстрирует то, что сейчас происходит в британской политике. Министры собираются на совещание к премьеру, но общего языка найти не могут. Вы волнуетесь о Брекзите? Будет ли он таким, как вы хотели? Когда Терезе Мэй уйдет в поста? Отставки требуют те, кто не согласен с позицией Мэй о жестком Брекзите. Она хочет закрыть границы и для товаров, и для людей. Но теперь у премьера нет поддержки ни депутата в парламенте, ни коллег по правительству. Соответственно, нет единой позиции перед началом переговоров. Вояж в Брюссель назначен на понедельник, а с чем ехать непонятно. Невидимая часть моей работы подготовить Великобританию к любым непредвиденным обстоятельствам. Каким бы ни был результат переговоров о выходе из ЕС, мы должны быть готовы, что по той или иной причине кто-то окажется свиней. Мы не получим соглашения и будем вынуждены сотрудничать на условиях ВТО. Кроме того, приходится торговаться с ДЮП, партией северлоирландских ультраправых, которые не признают аборты, гейбраки и изменения климата. Лидер партии Орлин Фостер сегодня в Лондоне ждет от премьера выгодных условий партнерства. Нас ждет светлое будущее, очень светлое. Настоящее же пока весьма туманно. Даже при условии объединения с ДЮП у консерваторов очень шаткое большинство, и любой законопроект рискует быть заблокированным. Подвешенное состояние в политике тянет за собой экономику. Функ стерлингов как обвалился в день выборов, так до сих пор остается в яме. По отношению к доллару он упал на 2%, что, конечно, плохо для британцев, но хорошо для туристов. В разгар сезона у обменников выстраиваются очереди. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер.